Друзья, привет! Сегодня будет полезный выпуск, посвященный стройке. Первый раз в своей жизни строю здание и хочу с вами поделиться некоторыми моментами, о которых я ранее даже не догадывался. Итак, это первое здание будет мастерской. До этого я уже выпускал ролик с возведением каркаса и утеплением стен по стойкам белым полистиролом. Кому понравится этот выпуск, обязательно посмотрите и тот. Там тоже собрал много чего полезного. А сегодняшнее видео будет касаться внешней отделки. Так вот, имеем каркас. Он с виду выглядит немного странно. У него нет свесов. Но это не просто так, позже поймете. А пока прямо по стойкам натягиваю диффузионную мембрану Технониколь Альфа Вент. Выбрал ее, потому что, во-первых, строил каркас из доски естественной влажности, и надо сделать так, чтобы каркас отдавал лишнюю влагу и не брал новую. По крайней мере из улицы. Как раз эта пленка выпускает влагу, а новую не впускает. Во-вторых, пытаюсь сделать достаточно энергоэффективную постройку, и пленка дополнительно ограничивает продуваемость. А значит, меньше потерь тепла. Еще это называют конвективные потери тепла. В общем, ее используют от вредного воздействия воды, ветра и пыли. Сверху на пленку будет смонтирована обрешетка, а далее ОСП. Что касается обрешетки, ее надо монтировать так, чтобы край ОСП был посередине обрешетки. В моем случае ОСП 2,5 на 1,25 м, поэтому от низа отмеряю ровно 1,25 м и делаю отметку. Середина доски должна быть как раз на этой отметке, и на ней будут стыковаться листы. Снизу и сверху, естественно, край листа будет на всей поверхности доски. Стыковать доски надо посередине стойки. Работал в основном один, в свободное, так сказать, от работы время. В целом трудностей нет, но доску не очень удобно монтировать. Не хватает поддержки. Поэтому для удобства прикручиваю кусок доски 50 на 150, чуть ниже того места, где будет край доски. На эту подставку я опираю один край длинной доски и прикручиваю второй. Затем ровняю доску по метке и прикручиваю, а брусок выкручиваю. Так можно наготовить досок и накрутить брусков на всю стену, и довольно комфортно работать. Специально делаю доски с выпуском на торцы, ведь постройка будет в стиле барн. С английского барн переводится как сарай или амбар. Дома в стиле барнхаус по форме действительно напоминают хозяйственные постройки. А у меня это и есть, по сути, хозяйственная постройка. В последнее время барнхаусы популярны. В первую очередь, благодаря своей простоте строительства. Помнится, как-то не так давно был какой-то бешеный скачок цен на плиту ОСП. Цена была по 1500 рублей за 9-миллилитровый лист. Кстати, если кто-то видел дороже, напишите в комментах. В то время я не стал бы ее покупать, а сейчас я купил по 500 рублей аж 12-миллилитровый лист. Она была дороже 9-миллилитровой рублей на 50. Вот и решил взять. Ее монтировать в одного уже тяжеловато. Хотя и 9-миллилитровую монтировать лучше с помощником. Что я и сделал. За полдня зафигачили крышу и две длинные стены. Листы ОСП монтировались горизонтально в шахматном порядке. Для компенсации тепловых и влажностных деформаций между плитами оставляют зазор порядка 3-5 миллиметров. Если этого не сделать, во время расширения плиты могут вспучиваться посередине или в местах стыка. Били листы яршенными гвоздями с помощью кройльного нейлера. Крутая штука, конечно. Кто-то меня спрашивал, где я купил такие ОСП с черными торцами. Ответ простой. Нигде. Покрасил сам, как только привезли. Как раз таки для того, чтобы меньше разбухало в этих местах. Можно покрасить специальной краской по ОСП. Продается много где. Кровлю буду крыть мягкой черепицей. А вместе с ней и стены заодно. Оказывается, так можно. А под мягкую черепицу по технологии необходимо монтировать подкладочные ковры. Это для дополнительной гидроизоляции. Мало ли что. Они не дешевые. Но так как на стены воды не столько много, как на крыше, то можно использовать кое-что подешевле. У компании Технониколь есть как раз такое решение. Это вот такая зеленая пленка. Полимерный подкладочный ковер. Дополнительная гидроизоляция на случай повреждения финишного покрытия. И можно пользоваться как временной кровлей. До трех месяцев. Дешевая. На мою постройку ушло этого материала максимум на тысячу рублей. Зато на душе спокойнее и вроде как по правилам все сделано. Если не планируется сразу после монтажа пленки монтировать черепицу, то пленку надо пробивать вот такими гвоздями. С пластиковыми шайбами. А на пленке даже нарисованы места, куда их бить. Я делаю все медленно. Вот уже и зима наступила. Не знаю, когда буду бить черепицу, поэтому пробиваю гвоздями. По краям стен прибываю торцевые планки и промазываю их края тонким слоем мастики. Для того, чтобы плитки или ганты мягкой кровли лучше приклеились к этому узлу. И стекающая водичка не попадала вовнутрь. Вообще, эту работу лучше делать в теплое время года. Но если уж приспичило, то тогда надо обеспечить хранение пачек с мягкой кровлей в теплом месте. Так как я понял, что таскать по несколько штук в теплое помещение не очень, решил сделать небольшой короб, тепляк, в который установлю тепловую пушку, и таскать, подогревать пачки никуда не придется. Благо, бруски и пленка осталось. Использую черепицу Технониколь Шинглос. Вот такой интересной формы нарезки драконний зуб черного цвета. Она двуслойная, серии Фазенда. Из-за того, что рисунок хаотичный, не приходится этот рисунок подгадывать. И монтировать можно просто, не обращая на это внимания. Главное, чтобы стыки не были друг над другом, а были на расстоянии хотя бы 15 сантиметров друг от друга. При монтаже на стены надо бить по 8 гвоздей по белой линии, а по краям надо подрезать уголки, чтобы вода стекала по торцевой планке и легко отводилась. Пока сделал две стены. И на мой взгляд, получается достаточно круто. Особенно для такой постройки. Про крышу и торцы расскажу в следующих видео, чтобы вас не утомлять. А на этом я хочу закончить это видео. И очень хочется получить от вас обратную связь. Как вам видео, как вам работа и в целом мой выбор стиля постройки и внешнего дизайна. Хотя целая картина пока не видно, то хотя бы можно оценить стены отдельно. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.